Нейт Саузард Бесконечная черная пятница Это была пятница, не просто какая-нибудь пятница, не какой-то там скучный день выживания, 8 часов, а потом прогулка куда-нибудь, где подают пиво иначе, с как разгон перед выходными. Нет, это была черная пятница, наичернейшая. Я стоял ближе к середине очереди, в моем заднем кармане лежал список, большую часть его написала моя жена, Карен, но она не собиралась стоять здесь, так что я накорябал внизу списка, еще и новый телек, я заслужил его. Два часа ночи, порывы ветра в лицо, я спрятал подбородок, дернул плечом, боксерская защита. Другие люди в очереди пытались защититься разными способами. Деревенский лох, стоящий прямо передо мной, делал тщетные попытки подпрыгнуть, но ему это не удавалось. Десяток лет, проведенных на диване, превратили его в тесто. Такого можно вырубить простым ударом в живот. Женщина, стоящая за мной, использовала гнев. Может быть, она думала, что медленное закипание ярости удержит ноябрьский холод в узде. Лучше бы им не устраивать это дерьмо с лотереями. Я торчу здесь еще раньше, чем с полуночи, и не собираюсь терять место в очереди. Три часа, сказал кто-то дальше в очереди. Еще четыре часа. Двести сорок минут. Вот сколько я провел здесь с этими людьми. С усталыми и скучными жителями окраин. Четыре часа. А даже не вспотел. Слишком, мать его, холодно, чтоб потеть. Какой-то парень притащился на автомобиле на стоянку и вылез из него. На полпути к тротуару он остановился и осмотрел очередь. Он повертел головой, и я смог прочесть его взгляд. Проклятие, какая огромная очередь. Вне всякого сомнения, он определенно был гений. «Здесь все еще есть электричество?» произнес он, будто спрашивая аудиторию. «Горд в отключке!» Хорошая попытка. Несколько человек оглянулись, в глазах их были вопросы, но никто не ушел. Очередь держалась. Как этот парень ожидал сократить очередь истории отключения электроэнергии, остается только догадываться. Нас, конечно, не ждали дома до рассвета, но все же. «Полагаем, что у них есть генератор», сказала женщина, ненавидящая лотерей. Я проследил за ее взглядом и увидел, что она смотрит на знак над нашими головами. Естественно, он ярко светился. Помимо знака на стоянке горели фонари, и светила полная луна. Мы словно стояли при дневном свете. «Это рождественское чудо», – сказал я. Никто не засмеялся. Какой-то мудак запел джингл-беллс. Очень жаль, что он был слишком далеко от меня в очереди, а то б двинул ему по почкам. Преподал бы урок ублюдку. Наверное, он думал, что он создает праздничную атмосферу, а не раздражает никого. Он заслужил немедленной поправки. Женщина за мной, я не спрашивал, но она сама сказала, что зовут ее Сьюзи. Согласилась. «Если я пойду и брызну на него из перцового баллончика, чтобы выбить это дерьмо из него, вы придержите мое место?» Я одобрил идею. Мысленно я уже слышал, как этот хрен начинает орать, когда получает удар кое-где внизу. «О, как это забавно!» И кататься на санях. Повернувшись к Сьюзи, я подмигнул ей криво ухмыльнулся. «А вы не болтун, не так ли?» – спросила она. «Ну, как так», – сказал я. Это был хороший ответ, как бы то и ни было. Понятно, не хочу, чтобы здесь было слишком уютно, пока не начнется давка. Мы могли бы стать приятелями, но потом мне придется потоптать вас, чтобы добраться до одного из новых Плейстейшнс. «Двери откроются, и все мы будем как зверьё». «Э, ничего страшного», – сказал я. «Просто холодно». Почти рефлексивно я взял свои ключи. Металлические предметы заскользили между моими пальцами, создавая подобие когтей. Здесь нет зверей. Никаких зверей. «Ну да, я тебя понимаю. Нам бы надо поджечь мусорный бак». Я дарил её второй половине улыбки. «Я весь из мусорных баков». Тут вмешался лох. «Ещё час, и я мог бы поджечь одну из машин». «Ну, вот это идея», – сказала Сьюзи. «Выбери кого-нибудь перед нами. Это продвинет нас немного по очереди». Лох постучал пальцем себе по виску. «Ага, он мыслитель. Всё верно. Сьюзи сожрёт его живьём. Ей даже не придётся выходить из очереди, чтобы брызгать на него перцовкой». Я отклонился с её пути, так что она могла запросто попасть в него. Эта мысль вызвала у меня улыбку. Мой рот растянулся в искренней довольной усмешке. «Как насчёт Киа?» – спросил лох. «Господи, он всё ещё говорил». «Возможно», – ответил Сьюзи. «Или как насчёт…» – кто-то закричал. Слава богу. Вот стоят несколько сотен человек, собравшихся в очереди у крупного супермаркета, обещающего им хорошие скидки, которые бывают раз в году. Люди застолбили места и защищают их. За последние десять лет я видел всё – от спортивных кричалок до драк с парой папаш, бьющихся струями мочи. Чёрная пятница превращает людей в проклятых гиен. Киньте им ужасный вопль, которого никто не ожидает, и они разбегутся в рассыпную, как тараканы на кухне ночью, когда включаешь свет. «Неважно, что толпа впереди упрямая и несговорчива, как стад носорогов. Сдерись носорога шкуру, и под ней обычные мясо и нервы». Когда в ночи раздался крик, я подпрыгнул точно так же, как и остальные. С единственной разницей, что пока другие оборачивались и тащились к своим автомобилям или бежали в направлении звука, чтобы обнаружить, какого чёрта происходит, я спокойно пошёл на этот звук с сжатыми пальцами, снова превращающими ключи в когти. «Кто-нибудь, помогите, она не дышит!» Студент колледжа нагнулся над распластавшейся женщиной. Судя по всему, он был близок к панике. Его глаза были широко раскрыты, зрачки нервно бегали, умоляюще перемещаясь с одного лица на другое. Он больше не пытался играть в шутер от первого лица. Какой-то мужчина присел рядом с женщиной и проверил её пульс. Но остальные ничего не делали, только глазели. Не могу сказать, была ли она вместе с парнем из колледжа или нет, но быстрого взгляда мне хватило, чтобы понять, что парень не врал насчёт того, что она не дышит. И проверять её пульс было чёртовой тратой времени. Её кожа побелела, вместо того, чтобы стать грязно-серой, цвет-то старого пепла, как бы усохла, натянувшись поверх черепа. Глядя на её высушенное лицо, я подумал, что её скулы могли проткнуть кожу. «Что с ней произошло?» спросил присевший мужчина. «Да я без понятия. Она стояла передо мной и через секунду просто упала. Я подошёл посмотреть и...» Он указал на её лицо. «Мы поняли». «Вы её знаете?» Я посмотрел налево и увидел Сьюзи рядом со мной. Парень не отвечал, только помотал головой. Его челюсть отвисла. Наверное, он был в шоке. Ну что ж, это вполне объяснимо, когда кто-то только что обнаружил труп у своих ног. Присевший мужчина проверил пульс трупа. Я видел, что он проделал это дважды. «Она умерла», сказал он. «Должно быть, он был доктором». «Полагаю, нужно вызвать полицию». «Вызову», сказал лох. Когда он доставал мобильник из кармана, я подумал, что, по крайней мере, он смог сделать хоть что-то полезное. Но он покачал головой. Сигнал нет. А, и неважно. «Есть у кого-нибудь лучшие идеи?» сказала Сьюзи. Секунды позже она выводила свой телефон из сумочки и проверила. Сукин сын. Это привело людские фигуры в движение. Один за другим все стали проверять свои мобильные, и все обнаружили, что они не могут сделать звонок. Свой я проверил последним. Я уставился на отсутствие столбцов приема сигнала с каменным лицом. Что-то ухнуло у меня в животе. Сьюзи потрясла своим телефоном, будто это заставило бы его заработать. Вот это дерьмо. Мы же находимся у треклятого супермаркета. Мы меньше, чем в полумиле от мола. Там должен быть сигнал. «Ну, не знаю, не знаю», сказал я. Потом я почувствовал себя ослом за то, что сказал так. «Кто-нибудь должен пойти и поискать таксофон», сказал лох. Сьюзи пожал плечами. «Ну, мы можем постучать в дверь, и там обязательно кто-нибудь будет внутри». Несколько человек кивнули в знак согласия, прежде чем побежать к стеклянному входу магазина. Пока я наблюдал за ними, я заметил по крайней мере дюжину людей, переместившихся вперед очереди. А вместо того, чтобы оказаться впереди очереди, я повернулся посмотреть на мертвую женщину. Когда я впервые увидел ее, я подумал, что она блондинка. Но теперь ее ломкие волосы выглядели почти белыми. Я ощутил, как на моем лбу пролегла морщина, когда я попытался решить, где же-то я нафантазировал. В животе ухнуло еще сильнее. Все еще не слишком плохо, но достаточно, чтобы быть замеченным. «Эй!» – раздался голос у стеклянных дверей. Послышалось несколько тяжелых ударов, когда они колотили в двери. «Эй!» «Нам позвонить нужно!» «Здесь плохо кому-то!» «Наверное, они не пустят нас внутрь», сказал студент. Сюзи ухмыльнулась. «Не тупи!» «Открыть двери ранним утром в черную пятницу, тысячи долларовые скидки внутри и более чем сотни замерзших людей снаружи, я не говорю, что возникнут проблемы, но я не думаю, чтобы кто-то хотел рисковать этим». «У меня тем в чем прав», сказал я. «Серьезно?» Сюзи смотрела на меня, как на сумасшедшего. «Видимо, она уже забыла о своей тираде про лотереи». «Я не говорю, что они сами не будут звонить оттуда, просто говорю о том, что они не пустят нас внутрь. Черт, да посмотри!» Я протянул руку, указывая на поменявшуюся очередь, где двое разгневанных мужчин начали толкать друг друга. «А я тебе говорю, что я стоял тут перед тобой!» «Да ты, блядь, не бреши мне, мудила!» Удар, который последовал за перепалкой, был чисто академическим. В одно мгновение они были на земле, катаясь в пыли, как пьяные мальчики из университетского братства. Толпа довольно быстро растащила их в стороны, но нос одного уже выглядел словно перемазанный клубничным джемом. Лох пкачал головой. «Боже!» «Праздники делают мудаками всех нас», сказал Сьюзи. Через десять минут все решили, что внутри либо никого нет, либо они игнорируют нас. Студент снял свою куртку и накрыл ею мертвую женщину. Он стоял и дрожал. «А мне было нормально!» Большая часть очереди разбрелась кто куда. Те, кто бегали к своим машинам, вернулись, обнаружив, что их места заняты. Кулачных боев больше не было, но сердитые крики и оскорбления кружили вокруг, как стервятники. По какой-то причине пятеро из нас стояли возле тела. Я даже узнал несколько имен. Лоха звали Тони, студента Бенсон, того, который проверял пульс Джеймс. Пока мы обозревали меняющуюся очередь, мы задавались вопросом, что же делать дальше. «Думаю, кто-нибудь должен пойти поискать телефон», сказал Тони. Бенсон кивнул. «Да». Сьюзи оглядывалась вокруг. Мы все оглядывались. «И так?» Раздраженный вздох вырвался из горла Тони. «Я сделаю это. Только кто-нибудь поддержит мое место?» «Если мы можем придержать наши», сказал я. «Отлично, спасибо». Он побежал к парковке. Минутой позже мы услышали, как открылась и закрылась автомобильная дверь. Секунды позже взревел мотор, и Тони выехал с парковки, освещая путь фарами. Когда я обернулся к нашей группе, Джеймс смотрел в небо. «В чем дело?» спросила Сьюзи. Он подпрыгнул. «Что?» «Я думаю, это...» «Что это?» спросил я. И он снова посмотрел наверх. «Разве там... не было... луны... раньше?» Я стоял в очереди и пытался заставить свой желудок успокоиться. Позади меня Сьюзи продолжала задавать вопросы. Я продолжал игнорировать ее. Прошло только несколько минут, но этого было достаточно для того, чтобы просочились кое-какие ужасные идеи. Я осилился вспомнить, когда я последний раз видел прибывшую машину, когда последний раз выросла очередь. Прошло какое-то время, возможно, с тех пор, как появился тот парень, который сообщил об отключении электричества. Это тоже заставило меня нервничать. Уставившись на въезд на парковку, я размышлял, что же могло еще произойти. Внезапно я подумал о списке в моем кармане и о подчерке жены и о том, как, наверное, она крепко спит дома. А еще я подумал, была ли сейчас луна над нашим домом. Когда я увидел свет фар, я задержал дыхание. Двойные лучи осветили стоянку, когда машина подъехала, и вскоре я узнал автомобиль Тони. Держа руки в карманах, я с каждой секундой сильнее сжимал кулаки. Тони даже не стал утруждаться, как следует припарковаться, а просто подъехал к тротуару и вырубил мотор. Нехороший знак. Выражение его лица также не предвещало ничего хорошего. А то, как он покачал головой, можно было квалифицировать как нечто ужасное. Он проковылял по бетонной площадке и остановился около нас с Сьюзи. Ну, спросила Сьюзи. Он шумно сглотнул, качая головой. Я видел, как дрожат его губы. Мои брови поползли на лоб. Тони. Те, кто стоял рядом, начали глазеть. Сьюзи положила руку ему на плечо. Тони, ну что же, что там? Тони снова покачал головой. Там ничего. Ну, очевидно же, что-то там есть. Только, да нет, я говорю, что там ничего нет. Я проехал где-то четверть миля, а потом все просто остановилось. За пределами этого места одна чернота. Я не имею в виду потухшее уличное освещение. Я имею в виду, что там вообще ничего нет. Все исчезло. Я услышал бормотание и проклятие со всех сторон. Пару саркастических комментариев, возможно, от тех, кто хотел притвориться, что им не страшно. Среди всего этого я услышал голос Юзи, когда она повернулась ко мне. Луна. И мы снова посмотрели на небо. Ничего. Только чернота. Вечная чернота. Следовало бы держаться вместе после той ошеломляющей новости, которую привез Тони. Там было достаточно нас с головами на плечах, способных удержать целую толпу от ухода в южном направлении. Но тут еще три человека упали замертво в течение следующей минуты. И большая часть толпы поспешила к своим машинам. Я прижался к стене магазина вместе с Юзи и Тони, подавив невольное хихиканье. Я никогда не видел такое паническое бегство из супермаркета в черную пятницу. Им некуда деваться, сказал Тони. «Они напуганы», сказал я. «Они либо вернутся, либо нет. Им нужно это увидеть самим». «Так ты что, в это веришь?» спросила Сьюзи. «А ты?» Она пожала плечами, но я увидел настоящий ответ в ее смущенном выражении лица. «Я не вру», сказал Тони. «Богом клянусь, там везде темень». «Да мы поняли». «Я просто, я, я, я не знаю, что теперь делать». «Проклятие, что происходит?» незаметно подошел Бенсон. «Джеймс стоял рядом с нами. Кроме небольшой группки, окружавшей другие тела, не осталось никого. Стоянка являла собой переполох из гудящих клаксонов и визжащих шин. Я слышал скрежет металла, чеканящий звук гневных голосов. На другом конце стоянки машина, набрав скорость, врезалась в фонарный столб. Когда ревущий звук прорезал воздух, я подумал, интересно, стал ли теперь водитель высохшим чтобы мир сокращается, сказал Тони. Все меньше становится. Сьюзи шумно выдохнула, что было почти похоже на смешок. Все становится меньше на какое-то время. Работа, дом, диван, стирка, полоскание и так далее. Правильно? Черт, это самое долгое время, что я провела на улице за последние месяцы. Присяду-ка я на корточке, сказал я. Все летит к чертям. Кто-то вернулся, кто-то нет. Может быть, они решили уехать в темноту, которую описывал Тони. Может быть, это было самым лучшим решением. А может быть, это был самый быстрый путь докопаться до того, что происходит. Еще шестеро упали замертво. Одна из них, женщина в голубом шарфе, гармонирующем с ее наушниками, была на полпути от своей машины, истерически всхлипывая, когда вдруг свалилась. Я решил, что хочу проникнуть внутрь магазина. Сьюзи и Бенсон согласились. Быстрый подсчет, и мы узнали, что осталось 23 человека. И этот холод в моем животе продолжал подсказывать, что время у нас на исходе. Я не знал, найдем ли мы какой-нибудь ответ внутри. Может быть, мы просто упадем замертво перед стойкой с плоскоэкранными телевизорами. Но я подумал, что уж лучше хоть что-нибудь сделать, чем совсем ничего. Сьюзи обняла меня и привстала на носочках. Ладно, и как нам проникнуть внутрь? Наверное, сзади где-нибудь есть служебный вход, сказал Бенсон. Может быть, он не заперт? Пока они высказывали идеи, никто из них не заметил, как я двинулся к краю тротуара. Мусорный бак не так уж тяжел, но он все-таки из металла. Я взвесил его обеими руками и начал продвигать к стеклянному входу. Краем глаза я увидел, как другие выжившие повернулись и наблюдали за мной, но я не обращал на них внимания. Даже когда заметил, что один из них упал на землю, я смотрел только на вход. Целый рой мыслей кружился в моей голове. Страх, гнев и список в заднем кармане, а также то, как Карен говорила мне, что делать, чтобы не замерзнуть. Одна мысль затмевала другие и мигала, как вспышка в моем мозгу. Нет, я не умру здесь. Я зарычал, когда бросил железный бак. Кажется, я сорвал плечо, жгучая боль ударила в него, но мой рев немного помог. Ощущение в желудке стало электрическим толчком, когда я наблюдал, как мусорник спланировал прямо в стекло и подобие улыбки тронуло мое лицо. Потом бак глухо ударился о стекло, почти не оцарапав его, и то, что было подобием моей улыбки, сошло на нет. Я вдруг забеспокоился о больном плече, схватившись за него, я упал на колени. Сьюзи что-то кричала, но я не мог услышать. Белый шум смыл все вокруг, и все, что я мог сделать, это держаться за поврежденное плечо, уставившись на проклятый вход, и думать, когда я упаду замертво. Медленно я поднял глаза к небу, ни луны, ни звезд, ничего. Одна чернота. С Рождеством, сказал я, и зарыдал. К тому времени, как слезы высохли, Тони был мертв. Просто тело у ног Сьюзи, Джеймс последовал за ним через пять минут, а Бенсон был в агонии полномасштабной панической атаки, когда то, что убивало нас, наконец схватило и его, и бросило на бетон. Я не могу по-настоящему описать это чувство. Это просто ужасное все. Тонущие корабли, халст столпотворение, наводнение, это то, чего не избежать. Как известно, это вопрос времени. Есть только миг, когда ты с ужасом осознаешь, что тебе не выжить. Это тянущий груз в твоей груди, и он разрушает тебя. Может, это то, что убило остальных? Я сел рядом. Я хочу называть Йос-Ю. Прошло много времени, целые часы, наверное, уже день. Нас осталось только двое. Вокруг валялись тела, на тротуарах и на парковке. Клаксон автомобиля, который врезался в фонарный столб, наконец затих. Милоседное облегчение прошло, как только я осознал, что не вижу дальнюю сторону стоянки. Вместо въезда и улицы позади парковки была лишь черная завеса. Что же мы за мудаки какие-то? Спросила она. Да как так? Мы заслужили все это по какой-то причине? Я покачал головой. Может быть, так и должно было случиться. Просто оно наконец нас настигло. Что это значит? Я пожал плечами. Я не могу вспомнить, как зовут моего старшего брата. Это странно, ведь я знаю его всю свою жизнь. Я не могу представить его лицо, его голос, но его имя исчезло. У меня нет братьев, сказал я. По крайней мере, я так думаю. Мне это не понравилось. Снова и снова я продолжал находить темные пятна в своей памяти. Еще один фокус произошедшего, нам ведь и так слишком досталось. Добавить еще и это было просто жестоко. Я посмотрел на эту женщину. Сьюзи, расскажи мне про своего брата. Она улыбнулась, и я увидел воспоминания в ее глазах. Когда я была маленькой, он каждый год делал это. Со дня благодарения и до самого Рождества. В нашей столовой окно выходило на город. Мы жили на холме, понимаешь? Я не понимал его тогда, ведь я была ребенком, но там была эта радиобашня вдали с мигающим красным огоньком на верхушке. Так и он сказал, что значит это Сант Клаус уже в пути. Ты знаешь Рудольфа сестренка? спрашивал он. Это его нос. Он уже на пути сюда. Он будет здесь к Рождеству. Я улыбнулся ей. Хорошая история. Да, это было очень круто для маленькой девочки. Я сомневаюсь, что увижу его снова. Да уж, сказал я. Полагаю, что нет. Не думаю, что я снова увижу свою жену. Я не знал, что ты женат. Я показал ей кольцо. До сих пор был. И как ее зовут? Моя улыбка улетучилась. Я не могу вспомнить. Какое-то мгновение мы просто сидели молча, глядя на высохшие тела. Я обдумывал, что все это значило, и больно ли будет, когда я повалюсь на землю, холод и ужас сковали мои кости будто льдом. А немевшими пальцами я вытащил из заднего кармана листок со списком покупок, написанный моей женой, чье имя я не мог вспомнить. Товары, которые мы хотели купить, подарки для детей, в существовании которых я уже и уверен не был. Я смутно помнил о том, что приписал в конце новый телевизор. Я развернул квадратик белой бумаги и оглядел его со всех сторон. Пусто. Я проглотил комок в горле и он показался мне горше таблетки аспирина. Что ты хотела купить сегодня? Спросил я женщину рядом со мной. Я не уверена, ответила она. USB кабель, наверное, но я не уверена даже в этом. Я об этом никогда не слышал. А ты? Я показал ей листок. Ничего кроме складок на бумаге. Понятия не имею. А потом стеклянные двери открылись. Я почти не заметил. Странный клацающий звук резко проник в мои мысли. К тому времени, как я заметил звук, женщина уже положила руку мне на плечо и указывала мимо меня на широко распахнутые двери. Тусклый свет пролился на тротуар. Я не видел никаких служащих магазина. Вообще никаких признаков жизни. Что будем делать? Спросила она. Пока я думал об этом, шло время. Пойдем за покупками, сказал я. Я с трудом поднялся на ноги, держась за стену. Потом помог встать ей. Она кивнула и мы двинулись к дверям. Им не за чем проводить эту дурацкую лотерею, сказала она. Я стояла здесь еще до полуночи и не потеряла своего места в очереди. Мы оба с тобой не потеряли. Я улыбнулся, как бы прогоняя ее страх. А ведь хорошо быть здесь с кем-то прямо сейчас, а? Точно, сказала она. С Рождеством. Ага, с Рождеством. Ее ладонь скользнула в мою, и я крепко схватил ее. Мой живот сжался, но глубокий вздох расслабил его. Может быть все обойдется, а может быть все пойдет не так. Нам не дано знать. Рука об руку мы шагнули из холода внутрь. По крайней мере мы были не одиноки. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Аудиоверсия рассказа записана специально для паблика экстремального хоррора. До встречи в следующем рассказе. Субтитры Субтитры